В эфире телеканал Авидное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. Станислав Катаров провел совещание по вопросам работы общественного транспорта. Мы заранее проанализировали достаточно большой объем информации по всем маршрутам. Новый фасад скоро появится у одного из домов в жилом комплексе «Зеленые аллеи». Уже сейчас заключаем договор и до конца июля проведем экспертизу. В муниципалитете начали работать детские летние лагеря. Мы работаем по режиму дня. В этом году мы реализуем очень интересный проект, он называется «Умные каникулы». Совещание по вопросам работы общественного транспорта провел глава Ленинского городского округа Станислав Катаров. На него были приглашены представители руководства МОС «Трансавто». В ходе встречи были намечены основные этапы работы, направленные на улучшение качества пассажирских перевозок. О главных из них расскажет Максим Козлов. Руководство округа, представители компании-перевозчика МОС «Трансавто», сотрудники госавтоинспекции и общественники приняли участие в совещании. На нем совместными усилиями планировалось утвердить первоочередные мероприятия, направленные на улучшение транспортной ситуации в муниципалитете и наметить планы на перспективу. Мы заранее проанализировали достаточно большой объем информации по всем маршрутам совместно с коллегами. И сегодня хотелось бы определить те основные направления взаимодействия, по которым мы будем наиболее эффективно работать для того, чтобы транспортный вопрос по Ленинскому городскому округу снять. Активная работа в этом направлении ведется уже несколько месяцев. Достаточно сказать, что в декабре по поводу неудовлетворительной работы общественного транспорта на портале Добродел было около 500 обращений граждан в неделю. Сейчас эта цифра уменьшилась в пять раз. Этому способствовало личное участие губернатора Андрея Воробьева, по поручению которого муниципалитету было выделено 29 автобусов и работа МОС «Трансавто». Уже навели порядок на базе, где до определенного времени был такой небольшой хаос, наверное, скажу. И порой автобусы стояли за пределами базы. Сегодня там чистота, есть над чем еще работать, но тем не менее. Главный вопрос, который нам надо решить, это с техникой. Это касается и новых машин, это касается и ремонта. В ходе совещания представители АО «МОС «Трансавто» рассказали о комплексе мер, которые будут предприняты для качественного улучшения пассажирских перевозок. Для этого направлено необходимое финансирование из бюджета Московской области. В течение двух месяцев мы закупаем 10 тысяч номинований, 112 номер платок на все предприятия. Все будет пропорционально разделено и, безусловно, наполнена вся ремонтная зона необходимым инструментом и оборудованием. Следующий этап до конца года по поручению губернатора мы оснащаем все производственные площадки, многие, в частности, видные, новыми моечными комплексами. Начальник управления архитектуры, строительства и транспорта администрации Ленинского городского округа Андрей Пальтов рассказал о положительной динамике в решении проблем на ряде маршрутов, но отметил острую потребность в поставке нового транспорта. Необходимо на данный момент 35 автобусов, соответственно, мы здесь разбили 16 автобусов, нам необходимо заменить и 19 добавить дополнительно как раз по данным маршрутам. Отдельно рассмотрели проблемы с запаркованностью автомобильных дорог. Это тоже одна из причин перебоев в движении общественного транспорта. Несмотря на налаженную работу по эвакуации автомобилей нарушителей правил парковки, существуют проблемы, которые необходимо решить. Наша задача сейчас, о чем Игорь Борисович вчера говорил, это подобрать дополнительные парковки, штрафстоянки, которые могут быть задействованы для обеспечения короткого плеча подачи эвакуатора, чтобы сотрудник ГИБДД, который помогает эвакуаторам забирать машины и оформлять все это, чтобы он не стоял час и не ждал, пока машина вернется, а мог это делать в оперативном режиме. Несколько пожеланий высказали и представители инициативных групп жителей. Они также касались состояния подвижного состава и увеличения количества транспортных средств. В частности, принято решение в ближайшее время запустить дополнительные автобусы на маршрутах, соединяющих ЖК, пригород Лесное с Москвой. Очень много вопросов, думаю, решится и уже решилось, могу сказать точно. Но мы, конечно, еще пока на стадии разработок новых проектов, новых маршрутов. Я уже не первое такое совещание посещаю. И после каждого действительно какие-то продуктивные сдвиги имеются. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Круглый год в парках по всему Подмосковью в рамках проекта «Пять верст» в любую погоду проводятся еженедельные бесплатные промежки для всех желающих. Каждую субботу в 9.00 любители бега выходят на дистанцию 5 километров. В прошлом году в забегах приняли участие более 9 тысяч человек. Чтобы присоединиться к беговому движению, необходимо зарегистрироваться на сайте 5verst.ru, сохранить на телефон QR-код и выбрать ближайшую локацию. Также можно самому стать организатором забега. Для этого нужно ознакомиться с условиями и подать заявку. Руководство муниципалитета с первых дней проведения специальной военной операции принимает активное участие в сборе помощи и необходимого оборудования для наших бойцов. Очередная встреча на эту тему прошла в администрации муниципалитета. На ней присутствовала и наша съемочная группа. Как правило, встречи с теми, кто приехал из зоны СВО, волонтерами, неравнодушными жителями проходят вот так, неофициально, по-домашнему, за чашкой чая. Александр с позывным пчела, житель Лопатина, сейчас находится в отпуске и параллельно собирает оборудование, необходимое для ведения боевых действий. С этой целью он и пришел в администрацию округа. В насущном списке, это то, что я скажу, ФИПВ-дроны нужны в любом количестве, в котором предоставить, это чтобы ребята работали. Летняя форма, пауэрбанки, это также для БПВ-шников большим объемом. Ну и эвакуационный автомобиль вообще сейчас просим, пытаемся найти, потому что, к большому сожалению, враг не дремлет, враг не спит, поражает нас тоже ФИПВ-дронами. Александр – опытный боец и прекрасно ориентируется в номенклатуре тех или иных устройств. На встрече присутствовала супруга еще одного участника СВО. Она также пришла с просьбой помочь приобрести приборы радиоэлектронной борьбы. Разобраться с нюансами ей помог Александр. Спросил в первую очередь РЭБа. Но список вы видели командира, который он написал? По изучению того, что нам нужно, мы смотрели вот эту вот гарпию, в 8-канальном, 8 тысяч капель. Но вот Саша советует что-то другое. Правильнее будет, допустим, взять 8 глушилок, но чуть подешевле, расставить их там по линии боевого соприкосновения. Они будут работать на более расширенный купол, чем одна, которая будет работать на 100-200 метров. Заместители главы Ленинского округа Татьяна Квасникова и Эдуарда Радушкин тщательно фиксируют просьбы сегодняшних посетителей. Тем более, что в зоне боевых действий каждая деталь может иметь решающее значение. Очень было просто удивительно и приятно удивительно слышать, насколько вы можете унифицированно и детально рассказать о тех потребностях, которые имеются. Поэтому, когда с профессиональной точки зрения вы подходите и говорите, что вот именно это будет действенно работать там, это, конечно, здорово. Спасибо большое. Вот в таком формате и хотелось бы дальше сотрудничать. Еженедельно десятки тонн грузов отправляются из Ленинского городского округа в зону проведения специальной военной операции. И эта работа не остановится до самой победы. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Фасад многоквартирного дома номер 17 в жилом комплексе «Зеленая аллея» будет отремонтирован. Замену поврежденных ранее секций выполнит застройщик. На встрече с жителями микрорайона побывала и наша съемочная группа. Жители микрорайона «Зеленая аллея» обратились в администрацию округа в связи с ошибками при выполнении работ первым застройщикам жилого комплекса. Были вынуждены обратиться с обращением к администрации Ленокруга с помощью нас обезопасить, так как в последнее время участились в случае падения фасада дома. Разобраться в ситуации приехал первый заместитель главы муниципалитета Владимир Иванов. Он выслушал жителей, отметил серьезность ситуации и уточнил у застройщика порядок проведения работ. Я считаю, что надо сейчас немедленно это начинать, потому что риски здесь несравнимы вообще ни с чем. Подрядная организация уже приступила к работам. Был осмотрен фасад и обнаружены поврежденные части. Далее предстоит демонтаж аварийной секции и строительная экспертиза. Укажите, пожалуйста, когда будет этот эксперт. Мы уже сейчас заключаем договор и до конца июля проведем экспертизу, получим заключение и рекомендации, что нужно сделать. После будут выбраны материалы и определен дальнейший ход работ. По результатам экспертизы будет понятно, каким образом нужно восстанавливать фасад. Микрорайон Зеленой аллеи был построен группой компании МИЦ. Самолет ввиду приобретения данного застройщика взял на себя все обязательства. В основном это социальные объекты, ну и в том числе идем навстречу жителям, пытаемся устранить все дефекты, которые уже накопились со временем. Владимир Иванов заверил жителей, что застройщик возьмет на себя ответственность за ремонт фасада. Информация о работах будет доступна в специальном чате, через который будут информировать жильцов. В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в муниципалитете начали приводить в порядок жилые здания. В настоящее время осуществляют ремонт домов в исторической части города. В список работ входит ремонт фасадов, замена кровли. На сегодняшний день уже отремонтированы дома 1 и 5. На улице Новая продолжается работа на Радиальной улице. Также ремонт многоквартирных зданий осуществляют и в других местах муниципалитета. Выходим на работы сейчас по утеплению фасада термалендом. Это проезд Жуковский дом 1. По развилке ведем работы по ремонту плоских кровель. Адресный перечень, сроки, виды, объемы работ составляет администрация городского округа совместно с управляющей компанией. Напомним, что в Московской области программу капитального ремонта реализуют с 2014 года. Уроки закончились, но в 10-й школе работа продолжается. Для учащихся открыл двери детский летний лагерь. График у ребят плотный. Занятия спортом, бассейн, экскурсии по городу. На открытии первой смены побывала Инга Инчук. Для школьников летнее время – это возможность отдохнуть с пользой для здоровья, посетить интересные места, завести новые знакомства. Примерно так выглядит досуг детей в лагере «Десяточка», первая смена которого символично открылась 10 июня в Видновской школе номер 10. Мы работаем по режиму дня. В этом году мы реализуем очень интересный проект, он называется «Умные каникулы». Каждый отряд у нас занимается в пяти треках по пяти разным направлениям – культурный, спортивный, интеллектуальный. Будем путешествовать по городу, у нас запланировано посещение бассейна, каждый отряд ходит в бассейн. Обязательно будем ездить на экскурсии, обязательно посетим и культурные места нашего района. Времени на скуку у детей здесь нет. В 8.30 зарядка и завтрак, далее занятия в кружках и секциях, после чего прогулки и экскурсии по городу. График плотный и главное – все успеть до 6 вечера, когда дети расходятся по домам до следующего дня в лагере. Мама сказала, пойдешь в лагерь? Я сказала, да, потому что мне дома одно и скучно. Мне в прошлый раз очень понравилось, потому что было интересно очень, и многим мы занимались. А в этот раз «Умные каникулы» были, и мне понравилось очень впечатленное первое занятие. Арина Аничкина впервые посещала лагерь первоклашкой. Сейчас она уже в восьмом классе, и летнее время в десяточке стало для нее доброй традицией. В лагере я нахожу очень много новых знакомств. Плюс в лагере вожатые и учителя устраивают нам очень много веселых занятий, игры, концерты, водят нас в кино, проводят какие-то тоже мероприятия очень интересные. Сейчас уже я помогаю вожатым, я уже в коллективе со взрослыми. Учителя вожатые, они уже как друзья мне. В спортзале проходит разминка и гимнастика для девочек, и занятия по футболу и баскетболу для мальчиков. В спортзале мы обычно играем в баскетбол. Я хочу найти много друзей и заниматься спортом. Смена в лагере не проходит без занятий в бассейне «Дельфин». Начинаются на рукавников, потом на рукавники снимают, и в конце уже лагеря идут игровые моменты. Баскетбол водный, водный волейбол. Дети расслабляются в воде, все эти эмоции отрицательные уходят. Это и для позвоночника, и для жизни, и для настроения великолепно. Смена в лагере «Десяточка» длится 21 день. Сейчас в нем отдыхают 180 ребят. Инга Янчук, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!